Вы слушаете канал GH.Club – подземные человечки из легенды индейцев Чироки. В культуре индейцев Чироки существует большое количество различных мифов и легенд. Самые известные из них повествуют о расе маленьких человечков, которые живут рядом с людьми. Этот маленький народец, так же как и сами индейцы Чироки, проживали на тех землях, где существуют современные штаты Северная Каролина, Джорджия и Теннесси. Сами Чироки называли этот народ по-разному. Иногда маленькие человечки назывались словом «нанихи», что в дословном переводе означает как «люди, живущие везде», или же «люди, живущие вечно». О дословном переводе до сих пор спорят многие краеведы и исследователи этих мест и древней индейской мифологии. Также индейцы называли их «янвитсунди», что можно перевести как просто «маленькие человечки». Считается, что в отличие от многочисленных маленьких народов из мифологии разных культур, нанихи выделили точно так же, как и обычные индейцы, только имели очень маленький рост. Средний рост такого человечка составлял чуть выше колена обычного среднего мужчины. При этом человечки имели экстрасенсорные способности, а также были способны перемещаться в пространстве и исчезать, как это было необходимо. Также индейцы верили в то, что люди этого маленького народца способны жить очень долго, и, вполне возможно, что вечно. Несмотря на то, что маленькие народцы очень часто являются враждебно настроенными к людям, нанихи наоборот, были очень дружелюбны. В особенности они очень любили песни, танцы, а также игру на музыкальных индейских инструментах. Индейцы считали, что особенно сильно нанихи любили барабаны. Очень часто охотники из племени Чироки не раз слышали в лесах звуки барабанов. Порой они звучали из таких непроходимых и безлюдных мест, что у индейцев не оставалось сомнений насчет того, что на музыкальном инструменте играют именно нанихи. При этом, любые попытки застать маленьких человечков за весельем и танцами никогда не увенчались успехом, так как охотники, идущие на звук, всегда слышали его издалека. Будто бы человечки, благодаря своей силе телепортации, могли отдаляться от людей настолько же, насколько любопытный человек к ним приближался. Большую часть времени человечки всегда скрывались от глаз индейцев. Для жилья они выбирали самые потаенные и труднодоступные для людей места. Чаще всего они селились в длинные подземные пещеры, которые представляли собой целый комплекс тоннелей, недоступных простому человеку. Несмотря на это, считалось, что во время войн и других бед, которые случались с племенем, нанихи всегда приходили им на помощь. По легенде, когда соседствующие племена индейцев воевали между собой, или же отбивались от чужаков, нанихи затаскивали раненых людей в свои норы, где лечили их раны, кормили и выхаживали. Легенда гласит, что многие люди, которые однажды попали в среду обитания нанихи, были настолько очарованы их жизнью, что навсегда оставались жить рядом с ними. Также считалось, что иногда маленькие человечки способны были принимать размер обычного человека, чтобы прийти на помощь к племени, когда это было необходимо. Продолжение истории читайте на сайте jah.club